Впервые в Ивановском краеведческом музее состоялась виртуальная экскурсия для детей с ограниченными возможностями здоровья. А помог ее организовать робот по имени Ника. В прошлом году разработку отечественных конструкторов. Упускников Московского университета имени Баумана приобрели для регионального центра дистанционного образования детей. К роботу при помощи интернета могут подключиться одновременно 30 ребят. В режиме реального времени они имеют возможность следить за всем происходящим. Виртуальный друг позволил совершить экскурсию по второму этажу здания музея, которых до этих времен был недоступен из-за отсутствия лифтов и подъемников. Экскурсию для Ники, а значит и для детей с ограниченными возможностями здоровья, провели в двух залах краеведческого музея. Ребятам рассказали об оружии и доспехах, которые были приобретены Дмитрием Бурыльным. Познакомили виртуальных посетителей с живописными полотнами фондов музея, музыкальными инструментами и богатой коллекцией фарфора. Оказалось, что не во всех помещениях робот может работать. Исходя из небольшого роста Ники, были подобраны те залы, где музейные витрины не превышают метра. Никаких сложностей технических не было. В основном наличие высокоскоростного интернета, около 7 мегабит в секунду, а так в принципе доступно. Другое дело, что сами перекрытия здания, здание у нас 100-летнее, оно не позволяет везде охватывать, собственно, такой экскурсии. Например, третий этаж, к сожалению, у нас не вошел. В музейном эксперименте примут участие 150 ребят с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются с применением дистанционных технологий. Поскольку доступ к роботу ограничен, а желающих много детей разделили на группы. Артем Михеев оказался в числе первых 30 счастливчиков. И не только послушал экскурсовода, но и сам смог поправлять роботом и самостоятельно посмотреть на наиболее интересные экспонаты. Я и так давно был в живые, а вот сейчас впервые с роботом виртуально в музее. Мне понравилась картина, экспонаты там из фарфора, а также оружие. Виртуальные экскурсии будут проходить в музее два дня в удобное для детей время после уроков, чтобы не срывать учебный процесс. А уже в понедельник робот вернется в 67-ю школу, где будет помогать ребятам получать знания. Мы одно время боялись, что ребятам повредят там роботы. Все замечательно воспринимают, особенно учащиеся в начальной школе, как своего одноклассника, члена семьи. Естественно, спрашивают в начале, кто сегодня подключился, потому что совершенно разные ребята, и мальчики, и девочки. И, по-моему, они виртуально уже сдружились. В проведенной экскурсии дети остались довольны. От ребят уже поступили просьбы организовать виртуальные туры и по другим музеям области. В дальнейшем авторы экспериментального проекта планируют проводить экскурсии во время каникул. Любовь Почерникова, Андрей Семеволков, РТВ Иванова.